Окружную власть беспокоит рост числа проявлений исламского экстремизма. Они связывают это с огромным потоком мигрантов. В этом году только в Самарскую область мигрировали более 100 тысяч человек. В основном из стран ближнего зарубежья. За последние 4 года прокуратура в Приволжском округе возбудила более 50 уголовных дел на участников исламских экстремистских и террористических организаций. Проверяет и информационное пространство. Почти 70 материалов в печатных и электронных СМИ уличили в экстремистской направленности. Выход – раннее религиозное воспитание и контроль интернет-пространства. Участники совещания уверены – необходимо ограничить доступ к опасным сайтам. Это была первая попытка и имеет широкий общественный резонанс привести в порядок отношения с интернетом в части детской порнографии и этих явлений тоже крайне опасных. И вы видите, какой резонанс. Причем понятно, что нас начинают бить со всех сторон, хотя, казалось бы, мы ничего особенного не делаем. Мы делаем минимум того, что принято сегодня во всем мире делать в части ограничения доступа к этим сайтам. В Приволжском федеральном округе на сегодняшний день проживает 40% российских мусульман. При этом в нашем регионе и в целом в ПФО разные народы за века научились жить и работать в мире и согласии. Представители всех народов в основном смешанно размещаются на территории области и общая обстановка, если говорить в целом, она достаточно спокойная, проявляется толерантность и каких-то особых угроз в области на этот счет нет. Полпредпрезидент Михаил Бабич призвал прокуроров держать ухо востро. Вступивший в силу упрощенный порядок регистрации политических партий может стать крышей для экстремистских организаций. Ольга Канышкина, Артем Сулайманов, ГИС События.